Работы по созданию в Брянской области Центра поддержки талантливой молодежи ОГМА вышли на финишную прямую. В настоящее время внутри объекта полным ходом идет отделка. Центр станет работать по модели сочинского «Сириуса». В соответствии с поручением президента нашей страны Вадима Путина и в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Брянской области, обязательным фондом «Талант и успех» проект сегодня успешно реализуется у нас в Брянской области. На сегодня подобран коллектив единомышленников, будущих наставников в Брянске за счет средств областного бюджета в прошлом году и в этом году строится обывательное учреждение. Почерь учреждения составляет 15 800 квадратных метров. На это были выделены деньги с областного бюджета 237 миллионов рублей. И на оснащение центра оборудованием были выделены 203 миллиона рублей федеральных денег и 25 миллионов рублей на условиях софинансирования с областного бюджета. Уже сейчас сотрудники центра занимаются с детьми проектной деятельностью, что дает ребятам возможность принимать участие в различных онлайн-конкурсах. Когда центр откроется, его юные воспитанники будут проживать в нем, обучаясь и осваивая новые знания. Для Брянской области создание регионального центра по модели «Сириус» – это возможность развиваться в талант каждого ребенка и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, прививающаяся выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Центр «Сириус» в городе Сочи создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Это площадка для саморазвития и получения знаний, а еще это центр повышения уровня педагогов. Мы со своей стороны тоже делаем все от нас зависящее. Развивается «Сириус» курсы, и это обучение доступное как для школьников, так и для педагогов. Милости просим и будем заинтересованы в том, чтобы как можно больше педагогов прошло такое дистанционное обучение. Дмитрий Александрович, вас и коллег ждем сюда на стажировке любые там удобные программы. Центр «Огма» заработает на полную мощность в новом учебном году, то есть в сентябре. На его открытие губернатор пригласил и Елену Шмелеву. Пользуясь случаем, пригласить вас на открытие. Наше имение «Сириуса» в Брянске нам, конечно, очень тяжело дался, я вам прямо скажу. Почему? Потому что мы его начали в прошлом году строить. Все вы знаете, какое было финансирование. А мы еще плюс к этому строили 6 ледовых, 6 бассейнов, плюс 9 футбольных полей, то есть медицинские центры. Только 2 поликлиники построили за счет областного бюджета, 7 больниц и 4 поликлиники от Капитальной отремонтировали. Построили новый центр для ковидных больных на 400 мест. И вот в этой ситуации, когда нужно и лечить наших жителей, нужно создавать им условия, создавать места в больнице, открывать поликлиники, 39 фапов за счет областного бюджета и «Сириус». И вот денег нету, а строить нужно. Но было принято правильное решение, мы не остановили стройку. Александр Васильевич, спасибо большое и за приглашение, и за то, что и подготовительную, и основную работу выполнили в те все-таки сроки, которые поставили, несмотря на все последние тяжелые периоды. Важно давать импульс, что это основа развития и Российской Федерации, и региона. И уверена, что вот это такие стратегические инвестирования, они точно будут как бы видны. Чтобы попасть в ОГМУ, школьник должен зарегистрироваться на сайте центра, подать заявку, получить задание и выполнить его. В одну смену в центре могут заниматься 100 детей. Здесь будет столовая на 60 мест, медицинский блок, актовый, хореографический и тренажерный залы, интернет-кафе, учебные классы, спальные комнаты, мастерские, кабинеты музыки и изобразительного искусства. Подобные образовательные пространства до 2024 года должны появиться во всех регионах нашей страны. Но Брянск в числе первых 17 городов, где центры планируется открыть уже в этом году. Александр Новиков, Денис Пашков, Александр Жучков. События. Брянск.